Есть немного времени, я думаю, я скажу о важности молитвы, потому что у нас начались молитвенные служения каждое утро. Има малку времени, и сега починаха молитвените собрания, и что вы расскажете за важность на молитвете. Мы сейчас, я работаю сейчас в Бургасе. Сега работя в Бургас. И по утрам мы тоже выходим на молитвенный обход. И с утра мы тоже выходим на молитвенный обход. А сейчас с нами и пастор Саймон из Лос-Анджелеса. И Даша как администратор поехала тоже в Бургас. Также там пастор Александр и Наталья Петкова. И со Стамбула приехал миссионер один Павел. Который сейчас проходит обучение в Стамбуле на миссионера. И вот мы берем разные зоны и обходим их. И молимся. Знаете, я для себя открыл, у меня есть такие чувствования. Я совершал очень много обходов по всей земле, в принципе. И в Казахстане, и в Южной Корее молился. И в Ирландии. И в Германии. И вот я когда ходил по землям. И готу ходих по тези земли. В Турции, например. В Турции, например. Я всегда переживал какие-то различные такие эмоции. Испитвах различные эмоции. Переживания. Переживявания. Какие-то духовные видения приходили. Духовные видения получавах. Что-то Бог показывал. Бог показываше нечто за мене. Мощное сопротивление. Някъде усещах мощное сопротивление. Где-то было демоническое присутствие. Някъде имаше демоническое присутствие. Но вот мы ходили по Бургасу. И вървяхме из Бургас. И у меня возникло такое чувство. И имах такое чувство. Что этот город уже промолен. Что кто-то уже ходил до нас. Че някъде вече вырвял преди нас. И че някъде не испреварил. Ну мы ходим и такая радость. И не ходим и имаме радость. И остается только благодарить. И оставить не само да благодарим. И славить Бога. И да славим Бог. Но все-таки важность молитвы. И что каже за ложността на молитвата. Знаете, вот я не буду это место открывать. Няма да утварям твое место. Читать его. Да что? Просто напомню. Что это написано в книге пророка Даниила. Книга на пророк Даниил. В 10 главе. Со второго стиха описывается одна история. От второго стиха описывается одна история. Что Даниил вошел в пост. Даниил влязл в пост. Но этот пост считается таким облегченным постом. Това е улеснен пост. Просто на овощах. Просто на зеленчуце. Написано, что он вкусного хлеба не ел. Пише, что он не ел вкусен хлеб. Вина не пил. Не пил вино. И так же избегал мяса. Мясо не ел. И вот такая вот овощная пища. И само зеленчуце ел. И вода. И вода. И три недели. И такая три седмицы. И он молился. И той се е молил. За ту ситуация, которая сложилась. И за тази ситуация, которая сложилась там. С израильским народом. С израильским народом. Вот. И здесь, вы знаете, когда он только начал поститься. И едва, когда он започнул, и започнул да се постим. И потом он постился три недели. И се е постил три седмицы. И как будто бы ответа нет. И все одно не получил отговор. И потом в одном видении он получает ответ. И в одно виждание той получава отговор. И один мощный воинственный ангел приходит к нему. И един мощный воинственный ангел идва при него. Вы можете это прочитать. Можете да го прочитаете. В 10 главе на книгу Даниилу. И он говорит, в первый же день, когда ты только начал молиться. И ты оказывал, в первый день, когда ты започнал да се молишь. Я вышел к тебе. А с излязок при тебе. С большим воинством. С голямого войска. Ангелов. На ангелите. Но в этот же день вышел против меня князь Персидский. Но в следующий день я излязок на князь Персидский срещу мен. И воевал против меня. И воевал срещу мен. То есть там на небесах произошла такая духовная брань. На девесата се случила духовная война. Князь Персидский это прообраз демонов. Персидский князь е прообраз на демоните. Падших ангелов. На пачте ангелы. И вот три недели Даниил молился. Три седмицы Даниил се молил. И три недели шла брань на ниве. И три седмицы се случила тази верба. Знаете, по молитве святого одного. По молитвето на един свят человек. На небесах происходит духовная война. На небесата се случила духовная война. Поэтому это непростые слова, что наша брань не против крови и плоти. а против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Давайте возьмем Новый Завет. В первом послании к Тимофею, во вторая глава, с первого стиха, апостол Павел пишет, Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, то есть это угодно Богу, чтобы мы молились. На Боге угодно не да се молим, чтобы мы просили о чем-то, чтобы мы благодарили за всех человеков, чтобы мы молились за всех начальщиков, за царей, да се молим за царовете, за тези, които с начальства, за президента Радьева, и за других президентов, дабы проводить нам жизнь какую? Тихую, да и вам и тих живот, и без мятежей, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, во благочестии и чистоте, с 5 стиха, ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истинно говорю во Христе не лгу, учителем язычников вере и истине. Итак, апостол Павел подводит красную черту, желая, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Скажи аминь на это. То есть это угодно, аминь, да? И по Ветхому Завету, и по Новому Завету. И последнее место я сегодня открою. Да, вот, аминь. Это написано у пророка Исаия. Пророк Исаия. Пятьдесят восьмая глава. Пятьдесят восьмая глава. И тоже написано про посты. Вы знаете, посты, они усиливают молитвы. И здесь у пророка Исаия, пятьдесят восьмой главе, с первого стиха я прочитаю. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему за беззаконие его и дому Яковлю на грехи его. Они каждый день ищут меня, хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о суднах правды, желают приближения к Богу. И спрашивают, да? Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распили и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Чтобы только что-то свое доказать. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и не подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных в виде в дом. Когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твое пойдет пред тобой, и слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты возовешь, и Господь услышит. Слышите? Возопьешь, и Он скажет. Вот я, когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь понимать перст и говорить оскорбительно, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И послушайте внимательно. И застроиться потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, восстановителем путей для населения. Но здесь все очень понятно, правда? Когда наши молитвы услышаны будут, когда мы станем пред Богом в правильное состояние, когда мы что-то будем сами делать конкретное, вместо того, чтобы критиковать, почему государство там не помогает. Вместо того, чтобы критиковать, почему государство там не помогает. Но ты помоги, да? Ты помогни. Ты накорми голодного. Ты нахрани гладните. Ты дай воду тому, кто жаждет. Дай вода, на който жадува. Слава Богу, что наша церковь участвует в этом. Что мы помогаем, ездим. Че помагаме, путуваме. Выезжаем куда-то, служим. Но пусть нас будет больше. Слава нашему всемогущему Богу. У меня вот такое слово. Пусть нас будет больше на молитвените службы. Сейчас мы молимся уже каждый день. И хочется молиться все дольше и дольше. Уже больше. Хочется молиться уже час и больше часа. И пусть наши молитвы будут наполнены силой. Чтобы наш голос был услышан на высоте. Будьте благословены. Вот это благословение.